да нет александр второй забыл смотря с кем от собеседника зависит сейчас где в валашке или выберется все представляешься по разным городам то балашка то ливерска и там и там собственность имеешь все будет веселее здесь ставка и финансирование 18 процентов а это всем связи с дефицитом бюджета или все зачем поднимает но она как она на биуллин то говорит хочу не делать принципе инфляция то растет они во-первых как когда война началась да они взяли делали льготную ипотеку что получилось цены на недвижимость взлетели до небес теперь в итоге они свернули льготную ипотеку а цены то не понизились инфляция растет вот они получили я не понимаю ипотека это вообще зло а льготно это еще больше зло чем просто ипотеку да но для любой страны ипотека это зло хоть для канады хоть для россии потому что где это не дает ценам опускаться идет строительство значит цена должна опускаться предложение большое они не опускается потому что ипотека ипотека это зло не было по потеке даже в канаде то бы цены в два раза меньше были ну нет ипотека может быть но она должна быть такой же процент как и на потребительский кредит по идее они не какие-то льготные но я согласен простая ипотека пусть будет но вот как берешь кредит этот долгосрочный кредит вроде хоть на ипотеку хоть на хоть на бизнес одинаково должно быть у ипотека не должны быть тех или год тогда это тогда и цены будет понижаться на жилье а так чё там по машинам они начали душить просто жестко утилизационный сбор этот трэш они где-то потому что массово стал китай заходить значит они чё подумали давайте-ка это китай было как бы стимул здесь чем построить короче будем поднимать традиционный сбор в итоге это все ладь дружится на рот этот трэш они там уже прогрессившую шкалу утилизованность сбора причем сам утренционный сбор тоже понятно это же ну лапсу а самом деле где-то у нас в россии машину утилизировать я чё-то не понял так они уже до 2030 года каждый год будет повышаться и повышаться и повышаться и машины по сути стало недоступнее не но это понятно да и это самое банки дают немыслимые даже проценты по депозитам почти как в 90-х там было до 24 а сейчас сейчас до 18 19 дает ну чтобы сохранить сейчас это по сути будет выход из ситуации да я хотя успел в москве купить квартиру в семнадцатом году еще за 5 7 лимона двушку нет ну это понятно она сейчас стоит где-то двадцатку а то и больше нет но я купил под реновацию в хрущевке то есть ну реновацию оттягивает должны быть в 20 должны быть в этом году изначально обещали по графику сейчас на 29 уже оттянули ну что поделаешь так ты дальше будет дальше будут они сейчас подняли значит сейчас будут стоить вставать они уже встают допустим не стали дальше стройку соответственно потянет банковский кризис здесь я буду так а как кстати относится относишься вот к нововведению собянина вот эти вот симбиоз железной дороги и метро так называемый диаметр и раньше их по-другому назвали центральные диаметры но это что вообще глупый деворт пособа диаметр не может быть не центральным а сейчас переименовали их московский диаметр называется но в принципе то есть принципа не едешь на ней там и из ресторана то есть такси заканчивается они на массу москва как раз в отношении общества транспорта город комфортный не комфортный масло базара нет масло пачать город для жизни вот у меня в московской области сосед дядь лёша пенсия 17 вот восьмерих отними там остается копейки всю жизнь он реально проработал до констатства потерял в такси он работал в 80-х годах еще олимпиаду катал тогда это была профессия ценился вот а в 90-х он потерял не может подтвердить 17000 ему дали минималку а другой который всю жизнь просидел живет в митинге но прописка московская у него пенсия 28000 не но сейчас сейчас лужковская надбавка на последние годы не повышается или чуть-чуть она сейчас поможет нет но это просто у него и сама лужковского всех одинаковая на помощь 7 9 московская бабка 7 и 9 у всех одинаковые у него значит у него 21 без лужковской а у того 17 значит тот 21 получил за просто за больший стаж наверно 20 какому бы сидел бы не работал в гармонет ну значит трудовой трудовой держал а не подожди а в лагерях кто же стаж учитывается кстати ну в лагерях да ну а так перспективы здесь перспективы серии кореи youtube они сейчас рубану нет ну и рутов слишком раздули рутов рыбануть по аплодингу то есть загляну под сма нет хинштейн заявил это самое которое он сказал что рубанут по аплодингу то есть закачивать и те проблемам вот захочу не закачать осмотреть по доу-лодингу то вроде не не должны рубануть ну а так все весело развивается какой-то этот министерство обороны там у них веселуха то есть получается вы людей пересажали за фейки об армии а тогда это там тот же стрелков он чисто критиковал только армии там и в основном критиковал только армию за что вы стрелкова посадили выпускаете людей людей масса посадили а у них там министерство обороны все прекрасные кстати знают тут такое волонтильное общество то есть у нас как бы нет противовеса поэтому творится такой безумий был противовес хотя бы там как 90 даже были когда была чечня был комитет солдатских матерей тот же да там там тот же немцов тогда подписи собрал против войны чечни там больше миллиона да то есть как бы а здесь противовеса нет они они по сути вот есть два лагеря один лагерь там который категорично были против там войны да и присоединение земли потому что и другой лагерь как он там ястребом воем как стрелков то есть они с обоих сторон не на я понимаю я я слежу с событиями не на противовес есть только небольшой при совке еще меньше было противовес но там тоже были диссиденты против качества противовеса ну какой но я неважно где они они могут выехать это же 21 век и инфополе она экстравиториально он может и там из-за границы вещать и на русскоязычный на русскоязычный публику нет снизу взором вообще непонятно такого хера поперся на украину если при его популярность он мог хотя бы в прибалтику или даже в финляндии свалить ну во первых глебович это плоти от плоти там с барсаковым кумариным он все вайси вайси во первых это там особо приближенный то есть как бы он мог в принципе ну во первых люди понимаете а судьи кто то есть они сейчас стали такими правильными а где вы раньше тогда были тот же макаревич да вот стал таки правильным а где-то раньше был ты вообще был кричал за путину за медведев голосовать он же кричал макаревич меня вот эти люди удивляют вас честно да плоти от плоти ну поднял ну ахоти баристу натажа тоже ей было официальным лицом и так далее так далее всегда была обрезала эту власть какая власть плохая какие здесь в россии все плохие не удивляют не но я всегда отделяю артиста его творчество от его политических градов сама это я нет я не буду больше там макаревича слушает и на нем вырос в 80 и вот пока риме мой мой возраст это в 70 и он начинал еще какая райса еще взгляды он может быть ошибаясь а может быть не некомпетентен а как артист он хорош это какая-то сам это совковая привычка уехал артист на запад так вырезает и из титров с тем же этим крамором как было а потом мы потом в 90-х восстановили то есть крамора восставили фильма потому что фильмы они такие топовые но из этих самых из титров когда в конце артиста его вырезали а потом а потом восстановили но это мы любим у нас по сути всех горениях были и лермонтов и солженицын так и вся история наша то есть у нас всех гонений ну да да где-то было такое а еще мы любим так если уехал значит предатель а если вернулся как и это как навальный и помер значит герой ну да да основали вообще непонятка его очевидно заставили вернуться западные спецслужбы иначе на нихера ему возвращаться в гарантии давали и поход дела из него сделали сакральную жертву только сейчас в принципе бабло западное отсюда ушло и путинский режим перестал играть демократию показал настоящее свое лицо раньше-то они играли в демократию там на лагерях хоть был надзор какой-то приезжали там с евросоюза с того же там то есть чем можно было пожаловаться это плюс а сейчас все маски сняты настоящий льдовецкий путинский режим ну не сравнить не сравнить его все-таки со сталинского режима там или даже с брежневским все-таки поболее так сказать мария вариантов свободы ну да есть тенденция есть такая у них это дальше ничего дальше только гайки закручивать только здесь такой дисбаланс получается у нас уже там уже идут вопросы решать не фсб да уже к рамзану то есть вот эта фигура рамзан зачем они так раздулись здесь я вообще не понимаю по сути вот ты же безболезненно выражаешь свои мысли а при сталинском режиме так такого не мог при брежневе мог но это стремно было бы а сейчас я не стремно пока еще есть запас поэтому надо все потихонечку паковать паковать и это и куда-нибудь на штат или в испании ясно ну ладно давай спасибо за беседу с кава гонка а за себя он был совсем не разговорник их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает за все а Улучшено, чтобы меня судили по справедливому закону относительно справедливости большинства народа. Ничего, ничего. В тюрьме тебя перевозпитаешь. Лет через десять вынесся другим человеком. А западной, західной Украины немае. Західной немае, и восточной. Немае восточной Украины. Есть одна Украина. Где вы такое видели? Східная Украина. Есть Схід Украины, есть Захід Украины, есть Східные области Украины. Есть Республика Кубань, которую окупировали коммунисты в 1918 году. А Воронеж не окупировали коммунисты? Нет, Воронеж передали. Уровень интеллекта у Миколы Рушниця, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря. Хорош. В любом случае семян повыведем За родную Россию, как в усеих рассеют Тяжела будет и исповедь Аркафорский губ. Грузья украинскому угоду. Пытаюсь. Да? Да. Украина, какого... Ну всё же Группа Крымичев. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головым под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров, а до границы с Россией 40. Давай, ситрона огромная, давай на коммертный бой. Демножись с красивой днемною, саранцевой зумой.